привет вы на канале из приморья с любовью и с вами александр и марина и лирочка и кристиночка и наша баба таня мама тани здравствуйте добрый вечер мы решили сегодня нашу маму таню покатать она давно не была на арбате на спортивной набережной так что если вам интересно в принципе уже вечер может быть там что-то и проходит интересно присоединяйтесь к нам ну да прям погуляем пойдем покровский собор ему прилегает покровский парк выше парк имени горького недавно там молодежь сломала несколько лавочек но благо тому что установлены видеокамеры и вы знаете восстановлено ничего не слило лучше немножко Красиво с одной стороны, и улица море уходит, и с другой стороны, и тоже море. Мамынки море. Днем было очень жарко, душно, солнечко. Второй номер день вчера. Кстати, вчерашний день, 4 июля во Владивостоке, был побит рекорд по температуре. Хотя, ты знаешь, мы ехали, у нас в машине на градуснике было 33 на седанке, а рекорд что-то... 28,5, и вроде как последний раз такой был в 1992 году именно этого числа. Передали интересно, говорят, да, я помню этот год. У кого брали интервью? Ну, почему? Ведущий парадник. Ага. Тоже не помню, что было вчера. Ну, вчера действительно было очень жарко. Мы купались на санатору, и вода была просто парной молоком, мне кажется, градуса 24. Мы не замеряли, не уточняли, просто по ощущениям, очень тепло. Не сказать, что там самое чистое место, но вода... Ну да, из-за этого вот это все пока перебираются. Хотя туристов много отдыхающих и на Шамаре, и на Степенухе, и на других бухтах, которые недалеко от города. Конечно, в турнике вечером самая удачная игра, да? Для того, чтобы видеться... Самая вкусная игра. А почему-то хотелось погулять. Днем шар поплыла, и вода купила. Не очень располагала к пробурке. А сейчас вечером спустился к мальчику. Такая чуть-чуть прохладненькая, комфортная температура. И вот так, что на караблице будут. Решили съездить на спортивный марганец, посмотреть как здесь будет. Вот сейчас подойдет. Это резко такое, да? Режка земля, то резко столь. А знаешь, как говорят при море? Широта-то грехово-крымская, да удота-крымская. Поэтому у нас похода меняется так быстро. Вот так. Я еще не буду до одной стороны. Наверное, если ее делать с одной стороны, то тогда будет засаду. Откуда тоже. Понимаешь, у меня нет, получается, что все запарковано. Административные в центре построены. Ладно, включимся после пробки. О, наконец-то подъехали. Подъехали, да? Да, добрались. Ну, чтоб здесь пробки не было. Это вот с правой стороны Владивостовский океанариум был. До сих пор живой, кстати. А там тоже на центральной входе стоит такой аквариум. А скажи мне, со сетрами? Да. Соль. Соль. Соль, не говори, дача. Поищем паркинг? Да. Конечно. Циклон идет прямо, видно, песчаного, видишь? Такая полоска красивая, сон. Песчаный, видишь, уже в темноте. В дымке. Ну, там такая серьезная дымка. Ну да. Не нужна им вата. Сейчас все руки будут крепкие. Пойдем сейчас попробуем какую-нибудь чайку найти. Покормить. Ну вот, летают же чайки. Досай. Ну да. Давай попробуем. Ну прям туда бросаешь, да? Или пойдем прям... Ты хоть раз кидала против Петра? Нет, давай. Сейчас она смс-ку отправит всем. Вот они, вот они, видишь как. Раку еще. Надо было вафли-то шоколадные им оставить. Не говори. На собаке. Я бы так въесть не сел, смотри. Вот ты их собрала здесь. Красава. Слушайте, голуби подлетели. А может нам что-то достанет? Вот теперь нужно делать красивую фотографию. Замечай, что-то прикуприли. Пытаясь, да? Да. Даймайся на лету. У нас что-то покрошилось, пока я отламывала. Сколько лет прошло обычно уже здесь. Короче, приходили сюда в прощадку. Да. С набережной. Первый раз приезжали отсюда навсегда. И еще три раза после этого, да? И мы с тобой здесь. А мы с тобой здесь. Видишь, как можно посидеть на лавочке и посмотреть на горизонт, да? Ну да. Ну да. Кто-то вон умудряется еще на паруснике покататься. У нас что-то в этом году обострение акул. Да? Или это реклама? На русском видели акулу, причем не щадивую, а какую-то одну из опасных, трехметровую. Мне кажется, это рассказы. Нет, вот сегодня выставили видео, три белухи игрались с нашими где-то в районе какой-то набережной. Слышите, как громко? То есть вода по этому. Ничего себе. Здесь, кстати, очень интересно рыбачить. Видите, как? Цивилизованно, комфортно. Упас уже прищипал? Нет. Интересно, зачем? Кто-то пытается? Здесь, скорее всего, в госпитале. А нет, вон там вот есть лестница. Видишь? В госпитале. А здесь вот те же ботины, скорее всего, здесь. Молодец. Молодец. Молодец, спортсмен. Так, вот так. Вот так. Вот так. А вы говорите, почему у нас бабушка такая молодая? Потому что она у нас спортсменка, комсомолка и просто красавица. Качается. Вот дети, наши люди. Побаловались и все. У него прощенный вариант. Во! Молодец. Да, она вот так и кричает так. Да, она вот так вот. Да, она вот так вот прям. Вы быстро делаете. Цветочки какие высадили. Знаете. Китуни красивые. В каждой клумбе разные, видишь? Фионерный, розовый, он там тут белый. Пока еще не вырвали даже еще. Ой, красота. Молодцы. Не жарко тебе так. Это надо гости. Ой, у тебя какие красивые. Красавица. Ой красивые. Только что-то их никто не болит. Вообще красавица. А там еще видишь какие пахнут бордовые. Тех, они некрасивые. А запах такой класс. Запах? уже уже отсюда слышны звуки веселых детей от 25 старше человек реки как надо сожалению основная часть набережной где раньше были у нас художники музыканты все еще в ремонте такой горят будет современная набережная надеюсь тигрят никуда не денут поэтому идем через парк этом кричат кривые зеркала на туалете на туалете подходишь я делал ты конечно за столько лет могло бы что-то поменяться нет те же самые короченькие и ромашка сейчас общалась дамой которая продала на мороженое итальянское ну что туристов-то много нагреть нету никого но чуть-чуть с индии были пару китайцев я говорю а наши там местные туристы других городов программе только наши гламурные лавочки и необычные урны да как ступа бабайги 2 здоровых женщины а столько шума от вас ну чё на чём хотите прокатиться смотри какой домик ты у вас на чём поедем какой-то интересный автомат а предсказатель по руке вот он твой автомат догадывает желание руку засовывай руку страшно засовывай и он тебе скажет что у тебя на руке написано будем загадывать или откусит руку говорят это правда ты хочешь узнать твое будущее ты нас засовывай засовывай она боится давай засовывай теперь дальше он просит 100 рублей вот так вот обучили уже робота он же в России установлен там написано и будет написано желание истинно корова тоже аттракцион боку люк как он сказал то крис отходи этот мальчик намерение сейчас задавит нас пионы смотрите какие были ну да всегда было хорошее писко шашлычок был неплохой на самом деле уже сильно удручающе вот девушка молодец все красит так то в общем то смотрите карусель какая стала я имею ввиду что миниатюры вот эти очень симпатичные смотрятся да красивые мне тоже уже много лет они покрашены заново смотри вот этих листиков выделения не было цветочек не было вот смотри лягушку еще не докрасили докрасит в общем то неплохо новая так как мы лежали здесь недалеко и у нас с окошка в кухне всегда были какие-то подозрительные крики аааа вот на этом помнишь качались когда переворачиваешься вверх ногами как он акробат или кто вот вот большой я поняла не помню как называется ну вот наш фонтанчик а то что там мы последний раз его снимали в темноте ну в Владивостоке всегда здесь есть открытая сцена которая всегда используется под что-то опять вот видишь оборудование что-то пытаются ну на день города здесь мероприятия были концерт был в этом открытом амфитеатре а в эти выходные день семьи будут праздновать поэтому продолжится сцена 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 концерт сейчас это будет что-то прям разрослись шиповники не видать не видать сразу видишь как о, а здесь тоже ступеньки это убрали Марин деревья все раздели одежда была на этих деревьях связанная как телеги связанцы были слушай, ну надо хоть чем-то а здесь были деревянные носители да, рейки вот, а здесь вот в этой части залива раньше была такая русалочка русалочка это было очень давно зато это было примерно в одно время с белухами достопримечательность была такая прям реально интересная когда-то мы с Кристины маленькие здесь были когда-то здесь купали а зимой по льду ходили да, зимой по льду ходили баба нести не может он там сядет и сидит а лето мы покупали вот мы как-то уже говорили с Мариной что жили мы здесь как раз вон он, наш дом, видать и в принципе каждый вечер здесь что-то происходило и когда мы первый раз приехали в другой город да, казалось, что просто время остановилось не было почему-то этой динамики а сейчас, если честно я уже думаю, что-то слишком много праздников каждый день какой-то праздник, да? это что, возраст? или что? или спокойная калининградская жизнь уже размеренная не знаю яхты красивые, фонтанцы смотрите как сейчас он, к сожалению, не подсвечивается но может он музыкальный может быть море шумит яхточки и набережную по дискороду делает уже это вот бывший кораблик блестит так он еще-то и не стал кораблем у нас, конечно, забанят но к нам приехала старинная актриса, да? певица музыка, вы знаете? фристайл фристайл дедушка фристайл играет певица певица как делается для строительства короче, город-вадивосток в плеси музыкальный в начале подняться подняться в течение stimulant dell'явster куда она есть то г Нет? Нет, не сильно. Кристина, иди сюда, Крис. Бездомный так же здесь живет. Вот и аллея красивой. Просто вот это все отваливается, так все отвыкаешь от этого все. Когда ее только построили, она была такая вау. А так, конечно, все любимое и родное. Я так и не пойму никогда, кто этот спорт лото играет. Вот, кстати, грузинский ресторан супра. Это в супре играют все, разыгрывают, что-то разыгрывают. Вот супра дожарили. Супер шашлыки. Супер шашлыки, которых потом доедали. Всем городом. Аню, ты на глазки смотри, какие красивые. Смотри, как едете. Это, наверное, на дню города. Да? Да. Вот какая была выставка. На фоне ёлочек такая красивая архитектура башенки. А что, Кристина там пошла? Я тебе говорю, с этой стороны иди, а ты там. Иди сюда. Она специально там иди. И ты специально там пошла через. Что за люди, а? Вот она, какая красота. Ну, только единственное, что тут так бы хотелось. Ну, самая большая проблема этого района, это, конечно, вечернее время. Здесь-то собирается все, кому не лень. Ну, и не совсем, конечно, отрезают. Я говорю, самая большая проблема этого района как раз связана с тем, что за весь вечер все, как говорится, напиваются и потом все шарятся здесь пьяные. Да. Не айс. Ну, даже уже смотришь, какой контингент уже. И обратите внимание, что сейчас вторник, середина рабочей недели. Да. Да? В Владивостоке, чтобы стать европейским, надо... Надо быть в Европе. Победить как-то, я не знаю, российское мышление или что-то. Как это, ну, то есть не знаете, как красиво, да? Красиво. Такие фотографии есть просто. Даже не знаю, как человек это увидел, да? Это мы вот то, чтобы такую камеру хотели купить. Ааааа, 360 градусов такая? Да, 360 градусов. Посмотрите, какие все-таки красивые здания здесь, да? Ну, как красивые. Они со вкусом построены, но не сказать, что они уже такие, как они были. Это уже и маяк. Более ста лет, да? Да. Ну, конечно, интересно и здорово. Ну, если честно, я вам скажу, что когда ты привыкаешь... Хорошо, как вы, да? вещественники там находимся здесь находимся когда ты видишь как любую жизнь то кажется что ты как будто вернулся в прошлое какая-то дико серов так что все классно все здорово но отставание где-то лет на стол как раз ввело столько столько стушек и вы прогулялись сегодня вместе с вами у нас уже кончается батарейка и так уже хорошая прогулка спасибо что вы с нами дайте комментарии то любые пойдем куда-нибудь обратно так что всем пока всем хорошего вечера выбирайтесь из дома как мы всегда говорим не сидите не сидите пока